Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. Прежде чем поговорить о банкротстве физических лиц, хочу вас попросить подписаться на мой инстаграм, ссылка на который будет в описании. К данному видеоролику сможете перейти и подписаться. Там тоже я делюсь полезной для вас информацией. Давайте поговорим теперь о законе о банкротстве, который был подписан нашим президентом 15 апреля 2019 года. Данный закон вступает в действие через 6 месяцев после его опубликования. Что же нового такого в кодексе о процедуре о банкротстве? Самое главное то, что процедуру банкротства можно будет начать не только юридическому лицу и физическому лицу предпринимателю, а и просто физическому лицу. Но для этого физическое лицо должно соответствовать некоторым критериям. Сейчас я вам о них расскажу. Сумма задолженности должна быть более 30 минимальных заработных плат. На сегодняшний день, 2019 год, это более 125 тысяч гривен. Физическое лицо в течение двух месяцев прекратило выполнять, либо не может выполнять половину взятых на себя обязательств. Вынесено постановление в рамках исполнительного производства об отсутствии имущества у физического лица должника. Интересно то, что физическое лицо может быть признано банкротом не чаще, чем один раз в 5 лет. Надо понимать, что в случае открытия процедуры о банкротстве вы будете ограничены в ряде своих прав. Вы не сможете заключать договора, продавать свое имущество, активы. Также вы не сможете путешествовать. Данное ограничение будет действовать на все время проведения процедуры банкротства. Кроме этого, после того, как вы будете признаны банкротом, в течение 5 лет вы должны будете во всех документах, договорах указывать о том, что был такой факт, что вас признали банкротом. Как это будет происходить, на практике мне, естественно, непонятно. И также мне непонятно, кто будет контролировать данную процедуру. Один еще очень важный момент, о котором я обязательно должен сказать. С принятием данного кодекса о процедуре банкротства, через 6 месяцев будет фактически снят мораторий на взыскание имущества, заложенного в обеспечение валютных кредитов. Знайте это, друзья, и помните об этом. Друзья, если вы хотите получить мою консультацию как адвоката, вы всегда это можете сделать, связавшись со мной по ссылке в описании к данному видеоролику. Конечно, если данное видео понравилось, пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok